Михаил Шейтельман, политтехнолог и писатель, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте! 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 Ну, вот мы с вами посмотрели сюжет, да, как можно описать то безумие, которое творится в российских школах и даже садиках. Я вот недавно вообще видела видео, где приходил какой-то военный в сад и рассказывал малышам, которым 4 года, да, о том, что умирать не страшно. И вот ему аплодировали и родители, и дети. Вот с самого детства, да, маршем с автоматом в руке, воспитанные на примере вот таких героев, что дальше будет с этими детьми? Ой, тут все предсказуемо, потому что в Советском Союзе это выглядело все так же, в общем-то, с одним нюансом, например, ну, у меня в моей жизни было по-другому, в том, что, в общем-то, большая часть родителей этому всему не аплодировала, ну, по крайней мере, ну, так, большая часть родителей были нормальные, вменяемые, и говорили, ты не слушай, ты все болтуны, это все чушь, они тебе рассказывают. Но к нам тоже, в школу, там, в детский сад, не помню, но в школу самых младших классов приводили, вот всех этих, которые кого-нибудь убивали, там, и так далее. Это тоже было точно так же популярно, тоже все эти парты героев, все эти бесконечные герои Советского Союза. Особенно было популярно, что нужно бросаться над зоты, значит, чтобы перекрывать их своим телом. Вот, все вообще один в один, а все эти игры военизированные детские. Вот, ну, в результате вот выросли вот эти люди, видите, вот, которые сейчас вот стоят, взрослые, в смысле, вот эти идиоты, которые маршируют вот эти тетки, они же выращены в советской школе, понимаете? Вот вырастили таких вот новых учителей. Вот откуда все эти учительницы взялись? Когда Советский Союз развалился, им было по 20 лет. Вы не смотрите, что они выглядят на 80, им на самом деле 50, это просто их старит вот это все мнение. Вот, ну, вот такие вырастут следующие. То есть, к сожалению, вот эта наша жуткая поговорка страшная, что все россияне, которых мы не уничтожим сейчас, нашим детям придется их уничтожать. Это похоже на правду, потому что вот нашим детям придется вот с этими вот воевать, вот с этими вот дурачками, которых мы сейчас в телевизоре видим. Знаете, я помню еще свое детство и в саду, и, конечно, в школе, но в детском саду у нас здесь такого вообще не было. Вот я не помню, чтобы к нам кто-то приходил, простите, или мы бы ходили в какой-то перешитой военной форме. Но и самое страшное, то есть сейчас увидел, это когда в детском саду детям показывают, как разбираются, собираются автоматы. Та же начальная военная подготовка в советской школе была в старших классах уже. Это в девятом-десятом. Была, но гранату надо было раньше бросать, гранату класса с четвертого уже бросать надо было во врагов. Причем норматив же 30 метров, иначе ты погибнешь как бы. Потом тебе боевую гранату уже давали, конечно, в девятом классе. Ну, автомат тоже, противогазы одевать, снимать. Это все то же самое было. И тоже вот это все кричали про защиту Родины. Лозунги эти дебильные везде висели. Все эти герои, дауны тоже везде. Поэтому вся эта военная подготовка. А ветераны у нас с четвертого класса точно приходили. Но я думаю, что раньше ветераны войны, в смысле. Так что очень много. Ну да, не с детского сада, это правда. Хотели еще об одном таком герое поговорить. Вот в параде на Красной площади принял участие полковник Амурбеков. И журналисты из важных историй делали целое расследование. Так вот этот человек в самом начале полномасштабного вторжения, он руководил 64-й мотострелковой бригадой, и она участвовала в оккупации Киевской области. И он лично отдавал приказы стрелять по машинам с гражданскими и по всем, у кого найдут мобильные телефоны. Давайте вместе посмотрим фрагмент. Возглавляет механизированную колонну герой Российской Федерации гвардии полковник Азабек Амурбеков. Пожалуйста, примите меры к наказанию тех командиров Амурбеков Азабек Асанбекович гвардии полковник. Этому командованию пытались объяснить то, что мы все, больше мы наступление не пойдем. А Амурбеков там начал выеживаться, одному прикладом по лицу ударил, второму пистолет в голове приставил и типа сказал, типа я тебя сейчас вообще здесь застрелю и все, и мне ничего за это не будет. Да, и вот этот человек теперь не просто на параде, еще во главе колонны его представляют. Как такое вообще возможно? Зачем возмущаться? Тут все правильно наоборот. Но это Российская Федерация, она на этом построена. Этому Амурбекову давали приказ, правильно? Вы что думаете, он сам это все придумал? Это начиная с Путина, вся пирамида, да, они приказали убивать, расстреливать, насиловать детей. Это все приказы, пришедшие из Кремля, поэтому у нас же не должно быть сомнений. Потом, как вы помните, Путин лично выручал звание этой гвардейской, той части, которая, собственно, в Буче, вот, собственно, устроила геноцид. Потом он объявил гвардейским полк авиационный, который разбомбил роддом и театр в Мариуполе. Поэтому их цель это уничтожение, убийство мирных граждан и геноцид украинского народа. Это уже Байден говорит, все говорят, да, что именно цель уничтожить тотально весь украинский народ. Поэтому логично, что они празднуют и объявляют героями, естественно, тех, кто больше убил украинцев. Тут должно другое, как бы, нас смущать. То, что с россиянами все ясно, которые там находятся в России, которые приходят на парад, что там не было ни одного, вот, каждый, кто был на Красной площади, каждый преступник, мы это понимаем. Потому что он аплодировал этим убийцам, да, он соучастник этих убийств и геноцида. Но, к сожалению, там были иностранные тоже лидеры, которые точно так же аплодировали этим убийцам, насильникам. Да, этим педофилам. Вот они сидели рядом с ними, возле мавзолея. Вот прямо через одного. Вот иностранные президенты, а рядом убийцы, педофилы, мародеры. Там же нет других среди российских военных, других не бывает, поймите, надо это понять. Мы говорим, почему вот именно этого выбили? А что там есть другие российские военные? 80 тысяч военных преступлений зафиксировано только на ноябрь месяц. Сейчас, я уверен, это больше 100 тысяч. То есть, статистически, чисто каждый второй из тех, кто шагает в колоннах, лично совершал военные преступления, лично стрелял в гражданских или что-нибудь украл. Поэтому, как мы тут можем сомневаться? У них нет других. Нету. Не надо думать, что есть какая-то другая армия у России или какая-то другая Россия замечательная существует. Вот она. Она вся такая. Вы знаете, вот те, кто сидел вокруг Путина, да, вот говорили, что, ну, практически их заставили туда приехать для того, чтобы, ну, какое-то реноме у него было, да, еще, и для того, чтобы, возможно, защитить его от того, чего они боялись. Мы же знаем, что там стояли вокруг Красной площади, везде с антидроновыми ружьями. Как вы вообще оцениваете то, что прошло в Москве, и вот визит лидеров государств, которые туда или приехали, или их заставили туда приехать? Ну, как можно кого-то заставить, если это взрослый человек? Слушайте, даже обычного взрослого человека заставить нельзя. А тут президента можно чего-то заставить. Как можно заставить что-то сделать президенту Туркменистана? Премьер-министра Армении, выбранного армянским народом. Как можно заставить? Значит, он захотел, раз поехал, значит, посчитал нужным, значит, посчитал выгодным. Значит, посчитал выгодным приветственно махать этим убийцам и сидеть рядом с педофилами. Но так решил Пашинян. Вот он, а ты меня, он, впрочем, представляет армянский народ. То есть он позорил не себя лично, а весь армянский народ он позорил таким способом. Ну, скажем, Лукашенко, ладно, он хотя бы не президент, а просто какой-то самозванец, да, какой-то обычный человек. А остальные-то легитимные избранные президенты своих стран. И вот то, что они сотворили. Поэтому, что они заставили, я не совсем понимаю. Да, смотрите, более того, они ведь проглотили какие вещи, ну, президент Казахстана, например, ведь и политики российские, и пропагандисты российские просто в один голос говорят, что Казахстан это тоже как бы там fail country, как они говорят, country, да, о том, что нужно забирать у них земли, там, северного Казахстана, что это там русский мир там должен быть и так далее. То есть там явные территориальные претензии, например, к этой стране есть. Говорят о других странах, что вот там таджики, там, например, да, то есть они формируют полки и батальоны дворников и таксистов, их нужно всех на фронт. И при этом президенты этих стран едут и жмут руку Путина и делают вид, что все в порядке, что ничего не происходит. Просто они боятся просто. Нет, давайте так вот, на государственном уровне мы, мне кажется, неправильно было бы их осуждать. На государственном, в каком смысле? Каждая из них выбирает свою тактику поведения в этой ситуации. Многие из этих стран, естественно, под риском российской оккупации, российской агрессии военной. Они сами так считают. Большинство стран, кроме Казахстана, кроме Казахстана, остальные страны еще экономически зависит. Ну, и еще Туркменистан, пожалуй. Эти страны экономически как-то зависят от России, от взаимоотношений с Российской Федерацией. У многих, во многих из этих стран гастарбайтеры, их граждане просто проживают в России. Ну, много граждан Армении, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана постоянно проживают в Российской Федерации, зарабатывают деньги, присылают своим семьям. И они как бы поехали защищать в том числе интересы этих граждан. Только Казахстан, наоборот, страна гораздо более развитая, богатая, чем в Российской Федерации, интеллектуально более развитая и финансово, и технологически. Понятно, что он может себе позволить все что угодно в этом смысле. Ну, вот остальные страны зависимы от России. Поэтому на государственном уровне я их как-то даже могу понять. Но на уровне и гуманитарном, как они могут там присутствовать, вот это объяснить и оправдать невозможно. Еще раз говорю, потому что вопрос, это соучастие, получается, это оправдание убийства и геноцида, понимаете? То, что они как бы пытаются спасти свои страны вот так, ну, так они на то и президенты. Их выбрали, им решать, как спасать свои страны и как защищать. Я им не могу давать советов, так правильно защищать Казахстан от российской оккупации или так правильно защищать Казахстан от российской оккупации. Думаю, что Такаев гораздо более опытный и мудрый человек, чем я в таких вопросах, он знает, как поступать. Но гуманитарно в то же время мы их, конечно же, никогда не простим, естественно, в Украине и никогда не сможем их понять. Еще хотели о милитаризации детства поговорить. В Северной Осетии при возложении цветов к мемориалу юный часовой из юной армии он упал в обморок. Вот есть фрагмент этого видео. Попрошу показать режиссеру. ВОКТА ВОКТА Ну, там дальше видно, что к подростку подбежали, оказали ему помощь. Ну, вот, по сути, да, еще ребенку дать автомат, заставить его несколько часов стоять вот так на солнце, да, и вот такой результат. Это, наверное, все родители должны видеть, к чему это все приводит. Ну, для нас это отличный результат. Может, он уже будет недееспособен, чтобы служить потом в армии, чтобы его не пошлют на фронт, он не будет воевать с нашими солдатами. Поэтому, чем больше таких будет случаев в России, тем нам лучше. Если они будут от солнечных ударов умирать, эти юно-армейцы, мы должны только приветствовать это всячески, я думаю. Любое убийство сейчас мужчин, молодых в России мы должны приветствовать, потому что это меньше россиян на фронте, понимаете. Это нам только выгодно. Поэтому, чем хуже у них, тем лучше у нас на фронте. Правильно, пускай так и делают. Ну, вот еще в Москве арестовали студента-историка за чтение мемуаров офицера СС метро. И вот, согласно карточке дела, в вагоне метро парень держал в руках книгу Петера Ноймана «Черный марш. Воспоминания офицера СС». И вот на обложке была фотография немецкого солдата в каске. В суде студент пытался доказать, что идеологии фашизма он не придерживается, а вот книгу изучал как такой исторический источник. Но все равно, вот, пять суток ареста он получил. Знаете, вот, очень странно, что власти страны эту идеологию сейчас, ну, воплощают в жизнь полностью, да, вот, за чтение мемуаров ареста. У меня вообще странно слышит студент-историк про россиянина. Зачем в России? Что есть студент-историк? Потому что они там изучают, скажем, про Петра Первого, про этих Рюриковичей, историю специальной военной операции. Как можно стать историком, обучаясь в России сегодня? Ну, это смешно, да? Видите, уже было в сюжете, Владимир Русь крестил не в Киеве, а просто в столице. Вот, видите, вот он такой историк и будет в результате. Жалко этого человека в том смысле, что, так как человек явно как-то, как, скажем так, когнитивно развит, да, в отличие от вот этих, которые войну развязали. То есть, ну, раз человек изучает действительно такие мемуары, правильно, естественно, если ты историк, должен изучать такие мемуары, как иначе-то. Но зачем он учится при этом в России, это совершенно непонятно. В России нет смысла учиться на историка. Это никому ты будешь не нужен. Это как в России учиться, не знаю, на инженера или врача. Кому-то нужен. Все будут понять, что у тебя там диплом купленный, знания бессмысленные. Вот, поэтому бежать надо. Если ты хочешь стать историком, надо срочно бежать. Если, тем более, ты хочешь читать воспоминания эсэсовцев, бежать и учиться где-нибудь, где есть возможности. Я думаю, что таких талантливых людей в мире готовы принять вполне много стран. Они нужны. В принципе, я считаю, что российским талантом молодым сейчас надо бежать всем. Кто может и кто не может. Потому что я про молодых же сейчас говорю. Я понимаю, что там в возрасте людям сложнее. Но молодежь-то всегда может где-нибудь устроиться. Зачем им умирать потом под бахмутом? Это у нас, у наших молодых людей нет выбора. А у них-то есть. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам. Мне так кажется. Песков вчера в интервью с журналистом заявил, что цели, которые Россия ставила перед собой, начиная специальную военную операцию, более чем за год, частично достигнуты. Но решены пока далеко не все. А вот что успехов на фронте нет, он объяснил так. Вы скажете, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не воюют. Мы не воюем. Вести войну это совсем другое. Знаете, по сути он повторяет слова Путина. Мы еще ничего не начинали. Но и тем временем на параде бегают люди с антидроновыми ружьями, потому что может что-то прилететь. Нет, об этом тезисе, что мы не воюем и так далее, он повторял слова Шойгу. Что мы специально очень медленно, чтобы сохранять жизнь и так далее. Потому что он говорит, когда воюют, тогда тотально разрушают города, бла-бла-бла. Ну, во-первых, мы видим, что... Надо посмотреть кадры Авдеевки, показать. Сейчас это ровно то, что они делают. Во-вторых, они даже не знают в России, то есть заметьте, насколько малообразованный человек Песков, что он даже не знает, что есть международные конвенции, которые запрещают разрушать города. Он просто про это ничего не в курсе. Поэтому тот же Песков ровно в том же интервью, все обратили внимание на это. Мы воюем, не воюем, выполнили, не выполнили. А он там интересный тезис привел, сказал, что Путин не терпит рядом с собой некомпетентных людей. Представляете себе, да? Это же прямо... Вот это достаточно смешно, да? То есть он не терпит рядом с собой Лаврова, который, нанюхавшись кокаина на Шри-Ланке, прилетает на Бали в одних трусах с Марией Захаровой и пропускает заседание, собственно, G20, на которое он летел, потому что не может найти выход из номера. Малокомпетентных совершенно не терпит. Медведеву он не терпит. То есть Медведев, понимаете, получается, очень компетентный человек Медведев. Очень компетентный Шойгу, безусловно, знаменитый маршал Шойгу. Ну и очень компетентный сам Песков, который даже вот пресс-секретарь, и кто он там по специальности уж не знаю, который не читал никогда Женевскую конвенцию. В стране, которая воюет, да, не удосужился Женевскую конвенцию почитать. Просто вот эти слова, что Путин не терпит рядом с собой некомпетентных людей, они прямо вызывают... Вот у меня сегодня была истерика, когда я это прочитал. Ну еще о Пескове. В Польше приняли решение переименовать Калининград в Крулевец. И комиссия по стандартизации географических названий дала свое пояснение, процитирую, город, который сейчас имеет российское название, известен в Польше под своим традиционным названием Крулевец. И в Кремле уже на это отреагировали. Ну, тот же Песков, он заявил, еще раз процитирую, это уже даже не русофобия, это какие-то процессы на грани с безумием. Ну и не только Песков вот подобное писал и говорил. Видно, что вот очень задело их такое решение поляков. Да, он прав, это уже не русофобия, это желание тотально уничтожить государство Российской Федерации. Это наша военная цель, уничтожить государство Российской Федерации, потому что вот не российский народ, мы всех там убивать не должны, потому что есть Женевская конвенция, гражданских трогать не надо, но государство нужно уничтожить. Пока оно не уничтожено, не будет мира в Европе, не будет мира ни в Польше, ни в Украине, нигде. И как в свое время уничтожили Советский Союз, чтобы установить мир, и отчасти удалось, ведь действительно Восточная Европа живет мирно, и не без оккупационных войск, и при Балтии, в Балтии, ну, бывшие при Балтии, когда-нибудь страны Балтии, живут уже, освободились от оккупации уже больше 30 лет назад, благодаря тому, что смогли развалить Советский Союз. Сейчас надо развалить Российскую Федерацию, и потом, после того, как удастся, если удастся все это, когда-нибудь кому-нибудь точно удастся, не знаю, удастся ли нам, нашим поколениям вот сейчас, но эта задача обязательно, она стоит перед всем человечеством. И дальше при уничтожении Российской Федерации, естественно, на ее территории будет возникать что-то, да, и вот за это что-то кто-то должен будет отвечать. Нельзя же будет доверять россиянам всю эту территорию огромную. Какую-то можно будет им в качестве тестового доверить, а остальное все придется, какие-то страны должны будут брать шефство. Как в свое время зона оккупации, там Германия, вот Бизония была, да, советская зона оккупации. Никто же не доверил немцам сразу государство. Сначала после войны лет 10 был перерыв, там и управляли только советские, французские, американские, британские администраторы на территории Германии. Потом начали создавать какое-то самоуправление, вот эти ГДР, ФРГ, и только через 45 лет позволили им создать единое государство, ну там на третье от той территории, что была у Германии до войны, может на половине. Вот с Россией надо, в принципе, поступить так же. И тогда, конечно, первое кто-то должен брать в управление, это уже Калининградская область, это или литовцы, или поляки, или совместно. Ну и потом, конечно, россиянам это зачем? Россиянам будет он да на какой-то кусок достойный им, достаточный для их населения, чтобы они там жили и управляли сами. Лет через 50 они это получат. Ну и само название Калининград, поляки, насколько я знаю, считают, что Калинин тоже причастен к расстрелам поляков в свое время. Ну наверняка, слушайте, а кто там из советской власти, ну из того 17-го года, я имею в виду призыва, кто из них не причастен к расстрелам поляков? Когда они объявили войну Польши, ну то есть не объявили, конечно, а просто взяли, пошли и пытались Польшу оккупировать. Так же, как они шли на Украину сейчас, они также шли на Польшу тогда в 20-м, или когда там польский поход Красной Армии был, я, честно говоря, год не помню, 20-й, 21-й, 22-й. Но все это для россиян тогда закончилось плохо, их поляки разбили. Так что нам всего лишь надо повторить вот эту историю. А как он там, чей будет этот город, вот отдадут его немцам, полякам, это вообще не важно. Важно, ведь главная цель это обезопаситься, ну как, сделать Россию безопасной. Да, вот главная цель после войны будет сделать Россию больше безопасной. Вырвать ей как бы клыки, отобрать атомное оружие, то-се. Ну и в частности, естественно, лишить такого плацдарма, как Калининградская область. Конкурс Евровидения 2023 стартовал в Ливерпуле, и сегодня вечером второй полуфинал. Россия в этом году не участвует, так же, как и в прошлом году, и все из-за, конечно же, развязанной Путиным войны. Ни один телеканал этот конкурс так же не транслирует, многие чиновники пытаются сделать вид. А вот, знаете, не очень-то и нужно, и никому этот конкурс не интересен. Но ведь в России-то Евровидение очень любили и любят, и отборы на этот конкурс, это было прямо такое шоу национального масштаба у них. Так вам же объяснили только что в стихах, значит. Во-первых, жалко, что в Ливерпуле... Во-первых, надо говорить не то, что не участвуют, а их туда не пустили, да, не пустили. Вот они так говорят, мы тут не участвуем. Их не пустили. Мы же с вами одинаково совершенно. Бежит с России все жулье, у них на Западе жилье. Бегут иуды-садомиты, и что-то там не помню, последнюю строчку я не успел запомнить. Слушайте, вот вы ровно поняли мою мысль, да, ровно же. Вот им все объяснили. Какое Евровидение, когда у них такие поэзии теперь есть. И что, Ливерпуль, чем он знаменит? Кроме Битлса у них ничего нет. А в России Валерия, и вот стихи у мальчика тоже. Много чего хорошего своего. Еще такой вопрос. Кроме Евровидения, в Госдуме потребовали запретить показ серии Гриффинов про Челябинск. Да, вот эта серия. Город, мол, изображен в серых тонах, на улицах мусор, разруха, а населяют его старики и пьющие люди. И, как сказали депутаты, это осознанная работа против нашей страны. Как вам такая инициатива? Все запретить вообще? Да, правильно, как это вот прям про Евровидение я вспомнил. Помните, была песня Высоцкого на эту тему. Мишка Шифман башковит, у него предвидение, что мы видим, говорит, кроме Евровидения. Но там он говорил про телевидение, но, в принципе, вот очень похоже. А с мультфильмами, им долго придется бороться с мультфильмами, потому что такое современные культовые мультфильмы все время включают настоящие тенденции современного мира. И это оружие пропаганды пострашнее любого другого, пострашнее любого телевидения. Вот потому что этот мультфильм посмотрит десятки миллионов людей по миру. И вот как здесь показано, так они и будут знать, как выглядит Челябинская Российская Федерация. Вот как показывали в фильме Шварценеггера «Красная жара», так все знали, как выглядит Москва и Российская Федерация. И искусство, конечно, важнее, чем реальная жизнь, потому что люди смотрят искусство. Вот в России какое искусство? Вы только что сами сказали. В России стихи, да, поэзия. И в России каждый школьник знает, что бежит на Запад олигарх или как-то. Бежит с России все жилье, у них на Западе жилье. А в остальном мире, где смотрят Гриффинов, будут знать вот такое. Кстати, это им повезло, что «Маппет-шоу» закрыли. Потому что вот если бы было «Маппет-шоу», я думаю, что там бы обделали эту Россию гораздо круче, чем в Гриффинах. Мне кажется, сейчас просто все начнут вот именно искать в Ютубе, гуглить вот именно эту серию. Почему в России начнут искать больше всего? Ну, в России нет, но все, кто не любят Россию, а нас много, как бы российская оппозиция, само собой, и все соседние страны уже, я думаю, пропитались такой настоящей достойной ненавистью к Российской Федерации. В Захстане, кстати, народ ненавидит Российскую Федерацию. Да, это все будут смотреть. Но главное, что весь мир это увидит. Мы должны всему миру вот это показать. Весь мир должен вот это все знать. Это очень важно. И это, понимаете, когда Мила Кунис докладывает американским избирателям, что вот такое творится в России, они верят в Милу Кунис, а не Трампу, например. Ну, если выбирать между Трампом и Милой Кунисом. Ну, и все персонажи здесь, конечно, вот мы видим, достаточно узнаваемы из всех российских хроник, так что зря они обижаются. Спасибо вам большое. Спасибо за этот интересный разговор, за ваши комментарии. Михаил Шительман, политехнолог и писатель, был в эфире «Фридема». Всегда ждем вас на нашем канале. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридем». «Фридем» — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.